Девушки отдыхают Миллиарды лет назад этот шар взорвался Этот взрыв породил всё пространство Энергию, материю Вселенная стала быстро расширяться, производя электроны, нейтрино, фотоны и кварки Энергия начала взаимодействовать Производя протоны и нейтроны Продолжалось и взаимодействие материи И через некоторое время сформировались первые простые элементы Эти элементы сталкивались в то время как изначальная масса продолжала расширяться Эволюция космоса в целом и отдельных частей продолжалась В результате чего звёзды начали группироваться, формируя ранние галактики А потом, примерно 5 миллиардов лет назад, произошло нечто удивительное В газовом облаке, в спирали галактики Млечного Пути Сформировалось наше Солнце Эта новая звезда породила планеты, луны и астероиды На одной из планет, известной под названием Земля, появилась атмосфера Считается, что среда Земли была наполнена вулканическими извержениями, молниями, вихревыми погодными изменениями А также смесью атомов и энергии, необходимой для формирования первых простейших живых клеток Потом, через миллионы лет мутаций и естественного отбора Появились водоросли, медузы и плоские черви Эволюция продолжалась, и в морях появились рыбы Некоторые развелись в амфибий И посредством естественного отбора стали рептилиями Результатом эволюции отдельной группы рептилий стало появление многих других созданий В том числе и млекопитающих Некоторые из млекопитающих стали приматами А потом, примерно 600 тысяч лет назад Отдельная группа приматов эволюционировала в первобытных предков человека Вот наше удивительное эволюционное наследие Эволюция продолжается и в наши дни И мы движемся вперед, стремясь к своему наивысшему предназначению во Вселенной Вопрос происхождения жизни Как появилась Вселенная и все, что мы видим на нашей планете В чем смысл нашего существования Привет, я Роджер Охланд Почти все мы задумывались над этим Когда речь заходит о вопросе происхождения, существует в основном две теории Теория эволюции и теория сотворения Креационизм В 20 веке мир буквально заставили верить, что все появилось благодаря эволюции Что наша Вселенная, Земля и вся жизнь появились в результате взрыва материи и миллиардов лет развития Однако есть и те, кто считает, что очевидные свидетельства указывают на наличие создателя Так как же узнать, кто прав? Какая точка зрения лучше аргументирована? Субтитры создавал DimaTorzok Ученые-эволюционисты и ученые-приверженцы теории сотворения соглашаются В пределах вида существует огромное разнообразие Дарвин заметил это разнообразие и приспосабливаемость среди зябликов Он обнаружил, что клювы зябликов различаются по размеру и форме И что особенности строения клюва влияют на способность зябликов выживать В наши дни существует огромное количество пород собак Считается, что все 450 современных пород имеют общего предка Большинство ученых считает, что этот предок был похож на сегодняшнего волка Ученые наблюдают, как происходит естественный отбор и выживает сильнейший Мнения эволюционистов и креационистов также совпали в том, что способность выживать и размножаться значительно выше у наиболее сильных, здоровых и лучше приспосабливающихся к условиям окружающей среды животных Вероятность выживания более слабых и менее способных к адаптации значительно меньше Наблюдается также мутация генов ДНК всех живых организмов содержит всю генетическую информацию в жизни Иногда в генетическом коде происходит ошибка Она называется мутацией Мутации могут быть вызваны радиоактивным облучением, химическим поражением или ошибкой воспроизведения Часто мутации являются причиной болезни Мутации действительно случаются Они порождают различные изменения в генах Мутации хорошо объясняют происхождение врожденных дефектов, болезней, болезнетворных организмов, смерти и бедствий Но не объясняют причину возникновения новых, ранее не существовавших черт и особенностей Все известные нам мутации это изменения в уже существующих генах Дарвин многое видел в мире природы Он был хорошим натуралистом, хорошим наблюдателем и собирателем информации Он видел, как растения и животные приспосабливались к изменениям в среде Он наблюдал, как они изменялись Но ни разу не было отмечено, чтобы хоть один базисный тип превратился во что-либо совершенно новое Такое никогда не наблюдалось в науке или в генетике Такое вообще не наблюдалось никогда Вокруг мы видим разнообразие Разнообразие существует, адаптация организмов происходит, но нет эволюции Мутация, естественный отпор, адаптация Эти явления не отрицаются ни эволюционистами, ни креационистами Однако между эволюционистами и креационистами есть существенные разногласия И поэтому споры не прекращаются Существует такое разнообразие всего живого, что я думаю невозможно, чтобы кто-то один, каким бы он ни был могущественным, просто щелкнул пальцами и создал жизнь Это должно было занять миллионы лет Я не верю в теорию эволюции Знаете, все больше и больше ученых, даже светских, меняют свои точки зрения, так как факты не подтверждают выводы эволюционистов Знаете, половина меня все-таки верит в теорию эволюции, наверное, потому что этому меня научили Четырехлетнее промывание мозгов во время учебы, к сожалению, привело меня к вере в эволюцию Мы начинаем с того, с чего, как говорят эволюционисты, все началось С великого взрыва и эволюции Вселенной Один интересный факт об эволюционной теории Это такая могущественная теория, и она настолько сильно привлекает к себе внимание ученых, что они применяют ее и за пределами биологии, даже к неживой природе Применив ее к химическим элементам, звездам, галактикам, они утверждают, что Вселенная эволюционирует Явился ли Великий Взрыв причиной формирования галактик, звезд, планет и жизни вообще? Может быть, в результате взрыва появился какой-то порядок? Образовалась ли какая-то система после этого взрыва? Я бы сказал, нет Взрывы порождают хаос и произвольное распределение частей, которые, возможно, были когда-то единым целым Любой взрыв превращает целое в ничто и пустоту Я не располагаюсь свидетельствами, подтверждающими, что взрыв, или даже Великий Взрыв, может породить живую материю, человека или других существ Эволюционное мышление используется почти во всех областях науки Область эволюционной космологии предполагает, что Вселенная – это результат случайного взрыва, произошедшего от 15 до 18 миллиардов лет назад Я никогда не видел примеров того, чтобы в результате взрыва образовался какой-то порядок Взрывы разрушительны, они способствуют вырождению, а не умножению Ученые признают, что все известные взрывы уменьшают порядок и рождают хаос Идея эволюции космоса противоречит второму закону термодинамики, который известен как энтропия Второй закон гласит, что с течением времени Вселенная становится менее упорядоченной С течением времени все автономно развивающиеся системы двигаются в направлении от порядка к беспорядку Все мы каждый день являемся свидетелями энтропии, когда видим, как все старится и портится Это разрушение структуры и порядка противоречит теории эволюции Второй закон допускает определенное временное увеличение порядка, например, когда ребенок вырастает и становится взрослым Или когда из семени вырастает дерево Но такое развитие возможно исключительно при наличии источника внешней энергии и механизма для сохранения этой энергии У эволюционистов нет такого аргумента Как сказал Карл Саган, космос — это все, что существует, и другого ничего нет У космоса нет внешнего источника энергии, поэтому второй закон противоречит теории Великого Взрыва Вот что мы видим в космологии Абсолютно все приходит в упадок Звезды сжигают свое горючее Время от времени одна из них взрывается и образуется хаос Упорядоченность исчезает Единственное, что мы сегодня видим во Вселенной — это упадок Вселенная вырождается, она идет от упорядоченности к беспорядку Она становится все менее и менее организованной Ученые сделали наблюдение, общее для всех областей науки Оно в целом называется «законы энтропии» То есть Вселенная была каким-то образом заведена А теперь завод кончается Ученые, изучающие Вселенную, говорят о конечной тепловой гибели Вселенной В общем, из того, что мы знаем, понятно, что все во Вселенной в конечном итоге Через миллиарды лет станет одинаковой температуры Не будет разницы температур, которая может быть использована для получения полезной работы То, что Вселенная должна была быть спроектирована и упорядочена в конечном прошлом Не скользнуло от внимания и светских ученых Ученый НАСА Роберт Джестроу сказал Второй закон термодинамики, примененный космосу, указывает на то, что Вселенная останавливается, как часы Если она останавливается, значит должно было быть время, когда она была полностью заведена Следующий очевидный вопрос Кто ее завел? Гордон Ван Вайлен, размышляя об этом в своей книге «Термодинамика», признается Второй закон заставляет меня поверить, что существует Творец, у которого есть ответ на вопрос о будущей судьбе человека и Вселенной Мы видим только разрушение Мы никогда не наблюдаем обновления И это именно то, что предполагает модель создания мира Вначале все было хорошо и совершенно, как этого хотел Бог Но потом, когда грех пришел во Вселенную, Бог проклял все созданное и возмездием за грех стала смерть Не только смерть физических существ, но и смерть Вселенной Все умирает, Солнце сгорает, орбита Луны разрушается, все находится на пути к смерти и разрушению Эволюционисты и креационисты согласны с тем, что Вселенная конечна Пространство, время и материя имели начало Начиная с исследований Альберта Эйнштейна в начале века и в течение всего столетия Ученые приходили к мнению, что пространство, время и материя действительно имели начало Наука 20 века вынуждена со стыдом согласиться с библейским повествованием Великое открытие космологии о том, что у Вселенной было начало, подтверждено экспертами Они называют это сингулярностью Вы видите, что вся теория Великого Взрыва в сущности состоит в том, что вначале не было ничего А потом это ничего вдруг взорвалось Тот факт, что Вселенная конечна и что у нее было начало Ключевой факт, но очень затруднительный для эволюционистов Потому что он поднимает вопрос, с которым они не хотят иметь дело Что вызвало сингулярность? Теория сотворения мира всегда предполагала конечность Вселенной В первом стихе Бытия написано Вначале сотворил Бог небо и землю Библия также утверждает, что у времени было начало Во втором послании к Тимофею написано Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым Не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе Прежде вековых времен Поразительно, но Библия даже объясняет энтропию Вначале ты основал землю И небеса дело рук твоих Они погибнут, а ты пребудешь И все они, как риза, обветшают Если появление Вселенной не результат взрыва То единственная другая возможность Она была создана Вероятность, которую многие ученые не хотят принимать во внимание Почти все ученые пытаются найти Объяснение происхождению звезд, галактик и солнечной системы Исключительно средствами механики Без допущения вмешательства Создателя Мне кажется, что они потерпели полное поражение Возьмем, к примеру, Солнечную систему Было создано несколько теорий Посредством которых пытались объяснить ее появление Без вмешательства Бога И все они представляют собой жалкое зрелище Многие наблюдения противоречат современным теориям Солнечная система Например, согласно самой популярной из них Солнечная система сформировалась из межзвездного облака Из водоворота газа и пыли Если Солнце, планеты и Луны эволюционировали из одного материала То у них должно быть много общего Но каждая планета уникальна Казалось бы, если Солнце на 98% состоит из водорода и гелия То Земля, Марс, Венера и Меркурий Должны были бы состоять из таких же компонентов Но эти водород и гелий Составляют менее 1% этих планет Если Солнечная система эволюционировала То все планеты должны вращаться в одном направлении Но Плутон и Венера вращаются назад А Уран наклонен и вращается как колесо Все луны в нашей Солнечной системе Должны одинаково вращаться в одну сторону Относительно своих планет Но как минимум 6 из них вращаются в другую сторону И более того Нептун, Сатурн и Юпитер Имеют луны, которые вращаются по орбитам в разные стороны Если планета растет за счет множества маленьких столкновений То должна возникнуть практически невращающаяся планета Так как столкновения в известной степени нейтрализуют вращение Но несмотря на это все планеты вращаются И некоторые быстрее, чем другие Появление такой большой отдаленной газообразной планеты Как Юпитер или Сатурн Ставит перед эволюционистами непреодолимое препятствие Так как газы в вакууме внешнего космоса быстро рассеиваются И даже молодые звезды, подобные нашему Солнцу Не имеют на орбите достаточно водорода или гелия Чтобы сформировать хотя бы один Юпитер У ученых нет ответа на вопрос Почему у четырех планет есть кольца? Или почему планеты настолько уникальны? Теория происхождения Лун также абсолютно несостоятельна Элементы Луны слишком не похожи на элементы Земли А ее орбитальная плоскость и кольцевая орбита Ясно свидетельствуют о том, что Луна была создана на своей нынешней орбите Нет фактов, подтверждающих то, что Солнечная система Могла возникнуть исключительно механическим способом Однако, чем пристальнее ученые вглядывались во Вселенную Тем они обнаружили больше уникальных фактов Свидетельствовавших о том, что она идеально приспособлена Для существования человека молекул органической жизни Условия настолько уникальны Настолько тонко лезвие бритвы, на котором балансирует жизнь Что не остается сомнений, что у Вселенной был мудрый проектировщик И что она создана с тем, чтобы человек стал ее центром Если мы попытаемся на основании наших знаний построить математическую модель Вселенной То мы обнаружим, что у этой модели есть тысячи параметров и пропорций Если мы попытаемся хоть что-то изменить в этих пропорциях То жизнь станет невозможна Мы скоро обнаружим, что если бы Земля была хоть немного ближе Или немного дальше от Солнца То на ней было бы или слишком жарко, или слишком холодно Если бы скорость вращения или масса были бы несколько иными Было бы или слишком много, или слишком мало атмосферы Если начать строить модель Вселенной Быстро обнаружится, что все параметры предусматривают невероятно тонкое равновесие И это называется атрофическим принципом То есть Вселенная, какой мы ее знаем Была умело спроектирована и сбалансирована для человека Земля находится на строго определенном расстоянии от Солнца Подсчитали, что если бы мы были на 5% ближе Вода в океанах просто выкипела бы Если бы мы были на 1% дальше, то океаны бы замерзли Эти факты дают определенное представление о том Насколько тонко лезвие бритвы, на котором находится жизнь Притяжение поверхности Земли идеально Если бы оно было чуть больше, то атмосферное давление было бы слишком сильным Меньше нет атмосферы Толщина земной коры предельная Период вращения Земли, гравитационное взаимодействие с Луной идеально выверены Все это части того, что делает жизнь возможной и называется атрофическим принципом Который, в общем, является основным аргументом в пользу признания Творца Ученым не нравится это признавать, так как присутствие Творца подразумевает ответственность То, что Земля идеально приспособлена для существования жизни, не удивляет ученых-креационистов Библия провозгласила этот факт тысячи лет назад В книге пророка Исаии написано «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса Он – Бог, образовавший Землю и создавший ее Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее Он образовал ее для жительства» Физик и лауреат Нобелевской премии Арно Пенсес в 1992 году сделал следующее заявление Астрономия свидетельствует об уникальном факте Вселенная, которая появилась из ничего и в которой соблюдается точнейший баланс Где для появления жизни необходимы уникальнейшие условия Не могла не иметь проектировщика, который осуществил свой, кто-то может сказать, сверхъестественный план Астроном Джордж Гринштейн в своей книге «Симбиоз во Вселенной» утверждал Когда мы исследуем все факты, постоянно появляется мысль, что была задействована какая-то сверхъестественная сила Возможно ли, что мы вдруг, совсем не желая того, наткнулись на научное доказательство существования высшего существа? Может, это Бог явил себя, так чудесно смастерив космос для нашего блага? Чем больше мы изучаем космос, тем более правдивыми кажутся слова из псалма Небеса провозглашают славу Божью, и небесный свод показывает работу рук его День за днем изрекается речь, и ночь за ночью открывается знание Нет речи или языка, где их голос не слышен Поверить, что вся жизнь и все планеты произошли от одного большого взрыва Я в это не верю Я верю, что там есть высшие силы Нет, я не верю, что Вселенная была сотворена Нет, я верю, что Вселенная появилась в результате Великого Взрыва Я верю, что Земля была задумана для жизни Потому что все, что мы видим вокруг, все, что нам нужно для жизни, для выживания и счастья Все это есть вокруг нас У нас нет недостатка в чем-либо Вся наша пища, воздух, все, что нужно для счастья и выживания здесь Значит, должен быть Создатель всего этого Все это не могло появиться случайно Факты ясно свидетельствуют о том, что Бог создал Вселенную и Солнечную систему И специально предназначил Землю для жизни Но все равно многие предпочитают верить в Великий Взрыв, а не в библейского Бога В следующем разделе мы рассмотрим возможность возникновения жизни самопроизвольно из химических элементов Была ли жизнь результатом химической эволюции на первобытной Земле? Согласно теории эволюции, все живое Бактерии, рыбы, растения, животные, человек Произошло от химических соединений Теория, утверждающая, что жизнь произошла от неодушевленных химикатов Называется спонтанной генерацией Один из фундаментальных законов биологии Закон биогенезиса гласит, что новая жизнь может появиться только от жизни, которая уже существует И, конечно, для крециониста в этом нет ничего удивительного Жизнь, жизнь от Бога была создана, чтобы умножаться по своему подобию Это имеет смысл для креациониста Но для эволюциониста, считающего, что было время когда-то, когда не было никакой жизни И химические элементы каким-то образом соединились и образовали живые существа Что и называется спонтанной генерацией Часто возникают большие проблемы с попытками преобразовать группы химических элементов в жизнь Несколько лет назад Стэнли Миллер произвел известный эксперимент Он взял несколько простых веществ Немного метана, аммиака, водного пара Соединил их электрической искрой, подобно тому, как молнии вспыхивали то здесь, то там В атмосфере Древней Земли И через неделю он получил аминокислоты, строительный материал для протеина И это было превознесено как создание жизни в экспериментальной пробирке Я использовал этот пример, когда преподавал эволюцию Но взглянув на остальные факты, я обнаружил три недостатка этого выдающегося эксперимента Во-первых, у него были не те начальные вещества Во-вторых, он использовал не те условия А в-третьих, у него получился не тот результат Опыт был просто великолепный Опыт Миллера предполагал, что атмосфера состояла из метана и аммиака Газов, которые не могли присутствовать в больших количествах Потому что аммиак разлагался бы под воздействием ультрафиолетовых лучей А метан можно было бы обнаружить в древнем осадочном глиноземе Но его там не оказалось Миллер также не включил кислород, потому что знал, что кислород разрушит молекулы вещества, которые он хотел получить Но на максимально доступных глубинах Земли мы находим оксидированные камни Которые предполагают, что атмосфера всегда была богата кислородом Атмосфера Земли не была такой разреженной, какой была бы, например, атмосфера метана, аммиака и водорода Что предполагал опыт Стэнли Миллера Такой атмосферы не было никогда Геология ясно доказывает это Существует убедительное доказательство того, что в атмосфере всегда был кислород И это абсолютно исключает эволюционное происхождение жизни Миллер также использовал неверные условия Он использовал электрическую искру для соединения молекул газа Проблема в том, что искра, которая соединяет аминокислоты, также разрывает их И разрыв происходит намного чаще, чем соединение Химические элементы, соединенные в пробирке, были бы разорваны той же искрой, что соединила их Миллер, как биохимик, знал об этом Поэтому он оперировал газами и выделял нужные ему молекулы, используя известный биохимический прием Но это был обман Опыт предполагал моделирование жизни без вмешательства разума А Миллер использовал свои опыты и знания, чтобы не допустить разрушения нужных ему молекул Условия были уже не те И потом он получил не тот результат Основным продуктом опыта Миллера был деготь, присутствие которого является серьезной помехой для течения органических реакций Также было получено небольшое количество аминокислот, составляющих протеины в живых организмах Проблема в том, что Миллером были получены правозакрученные и левозакрученные аминокислоты Только левозакрученные аминокислоты составляют протеины в живых существах А одной правозакрученной достаточно для предотвращения их образования В действительности Миллер получил ядовитую смесь, которая полностью исключает даже малейшую вероятность появления жизни в результате химической эволюции Вы можете сказать, но если все сказанное правда, то как насчет эволюционистов, которые верят во все это? Но интересно то, что эволюционисты согласятся со мной Однажды я присутствовал на дебатах в Государственном университете Сан-Диего Я просто был в аудитории, но двое моих друзей, доктор Генри Моррис и доктор Двейн Гиш, участвовали в споре на стороне креационистов В конце дебатов кто-то из аудитории заметил Леди и джентльмены, сегодня вечером своим присутствием в этой аудитории нас почтил доктор Стэнли Миллер И Гиш объяснил, почему опыт Миллера не может произвести живое из неживого Доктора Миллера спросили, вы хотите ответить на то, что доктор Гиш сказал о ваших опытах? Доктор Миллер ответил, нет, он не верил в это уже давно Он знал о существующих проблемах Я бы сказал так, любая теория происхождения жизни на Земле или другой планете – сказка Эволюция учит нас тому, что такая энергия, как молния или теплота плюс материя, может иногда создавать новую жизнь Но вся наша пищевая промышленность опровергает этот факт Давайте исследуем банку с ореховым маслом Оно состоит из материи и подвергается световому и тепловому воздействию Но мы никогда не находим новой жизни внутри этой самой банки, только если она не внесена извне Если бы теория эволюции была верна, то хоть иногда можно было бы обнаружить внутри банки новую жизнь Приходим в магазин, открываем эту банку орехового масла И может быть не часто, но иногда есть вероятность обнаружить внутри какую-нибудь живность Открываем банку с маслом И никакой живности Там нет Разве вас это не радует? Вы можете посмеяться, но, надеюсь, вы этого никогда не забудете Потому что вы и я в общей сложности совершаем более миллиарда таких экспериментов каждый год И никогда неожиданно не сталкиваемся с жизнью, возникшей в герметично закрытой стерильной банке На самом деле, работа всей пищевой промышленности основана на том факте, что эволюция не происходит Доказательства химической эволюции становятся еще менее убедительными, если принять во внимание, что для формирования жизни нужны длинные цепи особых протеинов со строго определенным порядком следования элементов Более того, аминокислоты обычно неохотно соединяются для образования протеинов И наоборот, разрываются очень часто Протеины могут состоять из двух-трех тысяч аминокислот Это очень длинные и сложные химические элементы Они очень похожи на компьютерную программу Каждая аминокислота должна занимать свою позицию Если одна из них не на том месте, то весь протеин бесполезен, как и компьютерная программа Эти противоречия в теории Дарвина появляются, если обратиться ко времени, когда жизни еще не существовало вообще Как появилась первая молекула протеина? Было произведено довольно много исследований, чтобы обнаружить вероятность правильного соединения протеинов Информационные теоретики и молекулярные биологи долго возились с протеинами Выясняя, можно ли их разобрать на части и пересобрать В результате работы обеих групп обнаружилось, что возможность случайного появления протеина такого типа и размера Какой находится в человеческом теле, настолько ничтожно мала, что фактически невозможно Это возможно только если в распоряжении есть целая вечность Но у дарвинистов вечности в распоряжении просто нет Информационный теоретик ученый Хуборд Йоки подсчитал А биолог Массачусетского технологического института подтвердил Что возможность спонтанного формирования протеина, состоящего хотя бы из 100 аминокислот Меньше одного шанса из 10 в 65 степени Событие настолько исключительное, что его можно сравнить с вероятностью выигрыша в лотерее При том, что вы должны найти выигрышный лотерейный билет на улице И затем будете продолжать находить выигрышные билеты там же, на улице, каждую неделю на протяжении тысячи лет Доказать, что происхождение самой первой жизни из обычных сложных химических элементов настолько сложно Что никто из эволюционистов не смог его предоставить И это один из самых непреодолимых барьеров для теории эволюции, которые я знаю Даже если предположить, что протеины каким-то чудом сформировались То все равно мы все еще не можем объяснить возникновение жизни Простейшие живые клетки нуждаются в тысячах специальных протеинов для функционирования Некоторые ученые пытались подсчитать возможность случайного появления жизни Сэр Фред Хойл, британский математик, используя суперкомпьютер и помощи выпускников-студентов Подсчитал вероятность случайного происхождения протеинов амебы, состоящей из двух тысяч протеинов Он пришел к выводу, что возможность случайного возникновения протеинов амеб Один шанс из десяти в сорокатысячной степени Вероятность в один шанс из десяти в сорокатысячной степени Абсурдно мало Для сравнения, возможность поймать определенный атом во Вселенной Составляет один шанс из десяти в восьмидесятой степени После вычислений британский математик Сэр Фредерик Хойл сказал Возможность возникновения жизни из неодушевленной материи Один в числу с сорока тысячами нулей после него Этого достаточно, чтобы похоронить Дарвина и всю теорию эволюции Не было первобытной массы ни на этой планете, ни на какой-нибудь другой А если начало жизни не было случайным, то оно должно было обязательно быть результатом работы разума Мы можем математически доказать, что эволюция это не серьезно Она просто не могла произойти Ричард Доукинс, один из главных эволюционистов В своей книге «Слепой часовщик» признает, что в ядре каждой клетки Растения, животного или человека Содержится больше данных, чем в 30 томах британской энциклопедии Вся жизнь, растения, животные и люди состоит из клеток Каждая клетка — это город в миниатюре, в котором выполняются сложные, необходимые для существования жизни функции Мембрана клетки самовосстанавливающаяся и состоит из определенных протеинов, которые контролируют, что происходит вне клетки И отбирают молекулы, которые могут проникнуть вовнутрь Эти протеины функционируют как насосная станция Контролируют поступление питательных веществ и выход переработанных Внутри клетки мы наблюдаем поразительную сложность устройства Например, эндоплазматическая ретикулярная ткань — это транспортная сеть с заводами по производству протеинов рибосомами Рибосомы производят различные виды определенных протеинов В то время как ретикулярные каналы распределяют их в определенные места Комплекс Гольджи транспортирует протеины к внешней мембране В то время как липосомы действуют как пищеварительные органы Которые разрушают и перерабатывают большие молекулы в такие части, какие может использовать молекул Митохондрии — это электростанции клетки Они производят топливо, которое поглощается клеткой Ядро состоит из центра данных, который управляет деятельностью клетки Внутри ядра находятся хромосомы, которые состоят из молекул ДНК Функционирующих как библиотека и содержащих всю информацию для жизни Миллиарды инструкций закодированы в этой уникальной, самовоспроизводящейся молекуле Обнаруживающей и исправляющей ошибки Клетка могла существовать только если все эти структуры были созданы одновременно Например, для производства ДНК клетке нужно более 75 видов протеинов И эти протеины могут быть произведены только под руководством ДНК Единственное возможное решение этой проблемы — сотворение мира Вероятность получения всего набора протеинов без руководства ДНК Равна вероятности получения 13 очков из 12 возможных при игре в кости Эта вероятность равна нулю Согласно теории эволюции, бактерии были первыми жизненными формами Которые развелись из химических элементов Многие бактерии передвигаются с помощью миниатюрного мотора Который называется флагелум Эти невероятно эффективные обратимые моторы Вращаются со скоростью 100 тысяч полных оборотов в минуту Такой биомотор похож на электрический В нем есть статор, ротор, нить накала, ось со втулкой изоляции и универсальное соединение Каждая часть мотора должна функционировать или бактерия умрет Раз бактерия может начать движение, останавливаться и менять направление Значит, должны быть очень тонкие датчики, переключатели и механизмы контроля Все это совершенно миниатюрно 8 миллионов таких моторов поместятся на срезе человеческого волоса Хотя бактерии очень маленькие, они совсем непростые Знаете, я думаю, что самое слабое звено эволюционной теории Это идеи происхождения жизни из неживых химических элементов Легче перейти от клетки к человеку, чем от химического элемента к живому организму Слишком уж там большой пробел Я убежден в том, что жизнь настолько сложна и так замысловато спроектирована Что где бы она ни существовала, ее создатель — Бог Она не могла появиться сама по себе Жизнь была сотворена И сам создатель говорит нам, что он создал жизнь здесь, на Земле Мы видим эту жизнь, она невообразимо сложна Она не могла не быть сотворена Я верю, что человек эволюционировал до сегодняшнего состояния от одноклеточных организмов Как описано в теории Дарвина и естественного отбора Я не думаю, что было какое-то божественное вмешательство Я верю, что эволюция — это вполне доказанная теория Я не верю в высший порядок Потому что я никогда не видел, ну, доказательств Или, знаете, конкретных фактов, доказывающих его И пока кто-нибудь мне их не представит Ну, что это существует У меня будет отвращение к религии И я буду придерживаться основ химической эволюции Всякая жизнь устроена невероятно сложно И все живое доказывает, что это работа Творца Ученые это знают, но все равно многие предпочитают верить в химическую эволюцию А не полагаться на библейского создателя Теперь мы рассмотрим эволюционную теорию развития живых организмов От простых до сложных Если даже предположить, что жизнь каким-то чудом появилась На Земле случайно Возможно ли, чтобы одноклеточная жизнь развелась до уровня всех сложных растений и животных Которые окружают нас сегодня Идея Дарвина состоит в том, что развитие всего, что есть на Земле Каждого живого организма может быть отслежено до одного общего предка Дело в том, что дарвинисты верят Что все живые существа, все биологические виды Развелись в результате случайной генетической мутации То есть спонтанных изменений в ДНК Которая, как мы знаем, программирует каждый живой организм И естественного отбора Удивительно то, что эту теорию принимают уже больше века Хотя для ее доказательства нет абсолютно никаких очевидных фактов Дарвин придал большое значение тому, что существуют зяблики разных размеров Большие, маленькие и средние Он придал большое значение тому, что существуют зяблики с разными клювами Толстыми, длинными и тонкими Дарвин предположил, что эти клювы — доказательство эволюции На самом деле, разнообразие клювов — это результат генетической изменчивости Которая существует в природе Если взять двух средних зябликов с клювами средних размеров и скрестить их То получится несколько зябликов с маленькими клювами и несколько с большими Со временем, когда эти зяблики расселяются в разных зонах Определенные размеры клювов становятся преобладающими в определенных зонах при определенных условиях Но дело в том, что возможность появления маленьких, средних и больших клювов Была заложена в исходном населении голопогосских зябликов и причиной была разница условия окружающей среды, которая позволила ей проявиться. Это не было созданием чего-либо нового и уникального. Все эти зяблики перекрещиваются между собой, и в биологии это называется испытанием видов. Два создания, которые могут производить живых, способных к репродукции молодых особей, считаются принадлежащими к одному виду, и все голопогоцкие зяблики отвечают этому критерию, поэтому на самом деле разных видов там мало. Если бы теория эволюции была верна, нам не нужно было бы волноваться за вымирание видов, так как появились бы новые. Но новые виды не появляются, и мы наблюдаем только вымирание. Чарльз Дарвин предположил, что если одному виду животных дать достаточно времени, он эволюционирует в другой. На этом основано построение эволюционного дерева, изучаемого в биологии. Но Дарвин сам признавал недостаток переходных ископаемых в каменных пластах. Дарвин писал, связующие звенья геология не обнаружила подтверждающих постепенных цепей развития. И это может быть самое очевидное и серьезное возражение, которое может быть приведено против теории. Основная проблема дарвинизма – это нахождение убедительных физических доказательств. Где искать эти доказательства? Очевидно, в каменных пластах, каменных записях прошлого, ископаемых памятниках. Ископаемые собирались сотнями лет и веков. В каждом университете и каждом музее мира – миллионы ископаемых. Но среди них нет промежуточных видов. Вы исследуете один слой и найдете один вид ископаемых. Вы исследуете пласт над ним и найдете другой вид ископаемых. Но вы не найдете постепенных изменений. Одно из величайших доказательств творения было найдено в ископаемых записях прошлого. Например, в так называемом кембрийском каменном пласте были найдены ископаемые множество очень сложных беспозвоночных. Моллюсков, улиток, медуз, червей, брахиоподов, трилобитов и многих других сложных беспозвоночных. Но нигде на Земле не было обнаружено ископаемых предков хотя бы одного из этих сложных беспозвоночных. Даже этот единственный факт развенчивает теорию эволюции. Эволюционисты утверждают, что эти беспозвоночные, в свою очередь, эволюционировали в таких позвоночных, как рыбы. Однако за последние 150 лет ученые раскопали миллиарды беспозвоночных и позвоночных ископаемых. Но они нашли ни единой переходной формы. Каждый крупный вид рыбы, о котором мы что-либо знаем, появляется полностью сформированным. Нет ни одного следа предков и, конечно, никакого следа промежуточных форм, связывающих один крупный вид рыбы с другим. Этот факт сейчас известен, и эволюционисты о нем знают. Поэтому тот факт, что у рыб позвоночных и беспозвоночных не было предков, означает, что не было никаких прародителей, а эволюция невозможна. Изучение геологических записей прошлого подтверждает, что основные группы животных возникали внезапно и полностью сформированными. Мир насекомых, например, очень многообразен. Но эволюционисты не предоставляют никаких убедительных доказательств, что какие-либо группы насекомых произошли от общего предка. Такая же проблема существует и для всего разнообразия амфибий, рептилий и млекопитающих. У эволюционного дерева жизни нет ни ствола, ни ветвей. Поэтому все предполагаемые переходные виды остаются только слепыми предположениями. Иногда дарвинисты указывают на то, что они называют переходными видами. Самый известный пример, я думаю, археоптерикс, который якобы был полудинозавром-полуптицей. Проблема в том, что если вы исследуете динозавров, от которых он должен был произойти, вы увидите, что ни у одного из них не было ключицы. А у всех птиц телеобразная грудная кость, которая удерживает грудные мышцы и позволяет им размахивать крыльями. В прошлом говорили, что археоптерикс не более чем оперённая рептилия. Ну, я ещё никогда не видел, чтобы в рептилию можно было воткнуть перья, обкнуть под хвост, и она бы полетела. Нет, археоптерикс летал, у него были крылья. И он, конечно же, не был оперённой рептилией. Передо мной сейчас лежит статья, опубликованная в марте 1996 года в журнале «Палеонтология позвоночных», и авторы пишут. Птичьи черты черепа доказывают то, что археоптерикс скорее птица, чем оперённый археозавр. Самое главное недостающее звено, конечно же, отсутствие связующих звеньев между обезьяной и человеком. Это недостающее звено наиболее интересно для всех нас. Нашли ли мы его? Но если слушать дарвинистов, можно подумать, что мы нашли много связующих звеньев. На самом деле доказательств совсем нет. Все до сих пор найденные ископаемые были сразу или спустя некоторое время признаны останками или человека, или обезьяны. Поэтому связующее звено всё ещё отсутствует. Я много лет искал так называемое отсутствующее звено между человеком и обезьяной. И что я обнаружил? Оказывается, связующее звено так и не было найдено. Оказывается, знаменитый скелет Австралопитека, известный нам под названием скелета Люси, в действительности состоит на 40% из костей обезьяны средних размеров. По найденным костям скелета абсолютно невозможно сделать вывод о прямохождении их владельца. Интересно то, что Люси представляют как существо определённо человекоподобное. Она очень прямо стоит, у неё человекоподобные руки и человекоподобные ступни. Я не знаю, где реставраторы взяли эти данные, потому что если изучить документ, написанный Рэндаллом Сусманом, в котором описывается тот вид, которому принадлежит Люси, там чётко сказано, что у неё длинные изогнутые руки и ступни. Даже более длинные и изогнутые, чем у шимпанзе. Известные анатомы пришли к выводу, что Австралопитеки, род которому принадлежит Люси, были просто вымершими обезьянами, не имеющими ничего общего с людьми. Если мы разберём так называемые недостающие звенья, мы обнаружим след мошенничества, обмана и догадок. Например, вид и строение небратского человека и его семейства были восстановлены на основании ископаемого зуба вымершей свиньи. Сейчас уже все знают, что пилтдаунский человек – умышленная мистификация, которую составили из челюсти обезьяны и черепа человека, которому придали древний вид. Неандертальцы были обычными людьми. Некоторые из них просто страдали от артрита, рахита или сифилиса. Ромапитеки, гигантапитеки и синантропы были просто обезьянами, а гейдельбергский человек и карманьонцы были полностью людьми. Поэтому, несмотря на претенциозные заявления эволюционистов, связующего звена всё же не достаёт. Одно из самых наиболее поразительных заявлений, которые можно услышать сегодня, это то, что ДНК человека и шимпанзе на 98,3% идентичны. И как генетик я должен признать, что такое заявление весьма остроумно, потому что такой идентичности нельзя найти даже среди людей. Гены, которые вы наследуете от своей матери или отца, идентичны вашим генам только на 93%. Учёные утверждают, что гемоглобин шимпанзе на 98% такой же, как гемоглобин человека. Но они не говорят, что существует множество других организмов, включая слизистые плесени, у которых гемоглобин тоже очень близок к гемоглобину человека. Ничего удивительного в том, что между человеком и шимпанзе много сходства. Мы дышим одним и тем же воздухом, у нас есть мускулы и кости, мы одинаково перевариваем пищу. Если мы были созданы одним и тем же богом, мы можем ожидать сходства. Но давайте на минуту представим себе, что в этих данных есть хотя бы какая-то правда. Облако на 98% состоит из воды. Медуза на 98% состоит из воды. Арбуз на 98% состоит из воды. Если использовать логику эволюционистов, то можно сказать, что между облаком, медузой и арбузом нет никакой разницы. Эти 2% на самом деле говорят об огромной разнице между человеком и обезьяной. В первой главе Бытия написано, что Бог создал всех животных и растения по их роду, чтобы они множились и наполняли землю. Это именно то, что мы видим. Если бы, как утверждают эволюционисты, рептилия эволюционировала в птицу, то с кем бы спаривалась первая птица? Более того, все переходные формы были бы обречены на вымирание. Какая польза от половины крыла или половины клюва? У всех животных есть сверхсложные органы, необходимые для выживания. Например, у дельфинов и летучих мышей есть утонченный ультразвуковой локатор, который они используют для нахождения пищи. Если эти высокоэффективные сонарные системы не работают на полную мощность, животные умирают. Конечно же, научные факты неопровержимо подтверждают теорию сотворения мира. В то время как эволюционисты со своей стороны вынуждены признать, происхождение жизни и происхождение основных групп животных остается неизвестным. Сложное строение тела человека вряд ли сформировалось в результате эволюции. А может и так. Трудно сказать, как именно это было. Мне все-таки гораздо труднее поверить в то, что все нужные условия появились точно вовремя, чтобы дать возможность соединиться всем этим сложным составным и дать начало существованию жизни. Мне гораздо сложнее поверить во весь этот вздор, чем в то, что существует прекрасный Бог, который сотворил нас. Эволюционисты отчаянно пытаются держаться своей слабой теорией, вместо того, чтобы признать существование Бога-создателя. А очевидные факты только укрепляют позиции теории креационизма. Но как узнать, что именно Бог, о Котором говорит Библия, и есть Создатель? Научные факты свидетельствуют, что пространство, время и материя конечны. И это говорит о том, что Создатель должен быть независим от времени и пространства. Только Библия говорит о конечности Вселенной и об абсолютной трансцендентности Бога. Он не зависит от времени и пространства. Ни одна другая святая книга на Земле не рассказывает о таком Создателе. Если вы возьмете любую другую религиозную книгу, то вы, может, и узнаете о трех измерениях Вселенной, о Святой Троице, но только во время чтения Библии вы можете совершенно ясно увидеть указующий перст Господа Бога. Долгие годы астрономы верили, что в небе около 6 тысяч звезд. Этого мнения ученые-астрономы придерживались до тех пор, пока не появился Галилей с телескопом, и вдруг не увидел, что звезды небесные бесчисленны. Миллиарды галактик, миллиарды звезд в этих галактиках, бесчисленное количество, как и сказал Бог Аврааму в книге «Бытия», первой книге Библии. Библия открывает нам отдельные стороны физической природы Вселенной, которые научный мир увидел только недавно. Например, в книге пророка Ионы написано «Объяли меня водой до души моей, бездна заключила меня, морской у травой обвита была голова моя, до основания гор я не сшел». В этом удивительном стихе сказано, что на дне океана есть горы. Но ученые узнали об этом только в 20 веке. Иов в книге, автором которой он является сам, говорит, что Бог повесил землю ни на чем. В то время как во многих святых книгах написано, что земля стоит на спинах черепах, или слонов, или поддерживается атласом. Только Библия никогда не лжат. В послании к евреям 11 глава стих 3 написано «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Только недавно ученые обнаружили, что все во Вселенной состоит из атомных частиц, которые действительно невидимы невооруженным глазом. Конечно, авторы Библии были вдохновлены Творцом Вселенной. Многие другие объяснения относительно разных областей науки были даны в Библии задолго до того, как человек их нашел. Например, распад ядра, океанские течения, круговорот воды в природе, реактивный поток, динозавры и бесчисленные звезды. Все мы знаем Колумба, который вознамерился найти новый путь в Индию и открыл Америку. Так вот, у него были сильные опасения, что корабль может доплыть до края Земли и провалиться в ничто. Но если бы люди читали Библию внимательнее, то они знали бы, пророк Исаии говорил о круге земном, говорил, что Земля на самом деле круглая. Попробуйте найти научные ошибки в Библии. Их там просто нет. Меня поражает то, что чем больше знаешь о Писании, чем больше знаешь о современной науке, обнаруживаешь, что Библия ее всегда опережает. Как христиане мы можем верить в создание мира и в законы науки одновременно. И как ученый, я скорее поверю теории, которая основана на реальных научных фактах. Что бы мы ни изучали, зачем бы мы ни наблюдали, мы видим, что наука подтверждает Слово Божье. Я предлагаю тем, кто утверждает, что Библия наполнена мифами, исследовать все без предупреждений. И я знаю, что вы найдете истину. Вопрос о происхождении. Мы исследовали факты, и теперь ваше дело сделать собственный выбор. В послании к римлянам, глава первая написано, что свидетельство о создании Бога мира настолько очевидны из его творения, что нет оправдания человеку, который их отвергает. А в послании к Колоссянам сказано, кто Создатель. Он не только создал все, но искупил нас от наших грехов смертью на кресте. Этот Создатель – Иисус Христос. Признаете ли вы, что были сотворены? Признаете ли вы, что были отделены от Создателя Иисуса Христа своими грехами? Признаете ли вы Его тем, кем Он является? Примете ли вы то, что Он сделал для вас? Согласитесь ли с тем, что Бог говорит о вас и о том, что вы совершили? Ответы на эти вопросы будут иметь вечные последствия. Создателя Иисус Христа своими грехами? Создателя Иисус Христа своими грехами? Создателя Иисус Христа своими грехами? Благая весть. В Библии говорится, что все согрешили и лишены славы Божьей. Наказание за грех – смерть, то есть вечное отделение от Бога в аду, мести мучений и слез. Но в Библии есть и благая весть. Бог стал человеком и умер за грехи людей, чтобы примирить их с собой. Всякий, кто покается, обратится от своих злых дел и уверует в Иисуса Христа, примет Его Спасителем и Господом, будет спасен. Иисус полностью заплатил на кресте за грехи мира и предлагает всем принять дар вечного спасения. Мы не можем заработать спасение добрыми делами. Библия говорит, что перед Богом вся наша праведность, как запачканная одежда. Многие считают, что нужно быть просто хорошим человеком, регулярно бывать в церкви, и тогда Бог пустит на небеса. Но в Библии сказано, что согрешив хотя бы однажды, человек становится виновным в нарушении всего Божьего закона и должен быть осужден на вечной муки в аду. Именно поэтому только совершенно безгрешный Иисус смог заплатить за наши грехи. И именно поэтому мы никогда не сможем заработать спасение своими усилиями. В Иисусе исполнились сотни предсказаний пророков о пришествии Мессии, Его воскресении из мертвых, которое свидетельствовало о том, что Он Бог, и проклятие смерти не имеет над Ним власти. Бог так чудесно все устроил, что нам только остается принять Его дар по вере. Библия говорит, что если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасен будешь.